Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Это можно сказать об уникальной разработке Минского автозавода — полноприводном четырёхосном самосвале, который готов заменить младшие карьерники марки БелАЗ. С 2020 года, когда грузовик МАЗ-65262Л впервые показали широкой публике, машина успела показаться на многих выставках, включая прошлогоднюю СТТ, где сняты эти кадры. И перевозчики весьма тепло отзывались об этой машине, но продолжали покупать майнинговую технику Scania, Volvo и MAN. К слову, майнинговыми принято называть сверхтяжёлые самосвалы, созданные из дорожных, но предназначенные для транспортировки скальных пород. Так вот, новый МАЗ-65262Л может перевозить 32 тонны груза, а его полная масса составляет около 50 тонн. И его при том можно свободно выпускать на дороге общего пользования. Разумеется, при соблюдении весовых норм. В итоге грузовик выдерживает нагрузку как БелАЗ, но имеет более дешёвую агрегатную базу, а также отличается лучшей ремонтопригодностью и экономичностью. Ведь даже шины нужны обычные, а не БелАЗовской размерности. Под кабиной скрывается 12-литровый двигатель VHI мощностью 460 л.с., с которым состыкован классический шестидиапазонный автомат Ellison. Но вместо санкционной коробки может стоять и китайский Fast Gear. Выпуском мостов, кабины и многого другого занимается сам МАЗ. Но даже учитывая высокую степень локализации, машина выходит дорогой — около 200 тысяч долларов или 15 миллионов рублей. Поэтому первая партия была передана заказчикам только сейчас. Кузов вместимостью 20 кубометров изготовила подмосковная Бицема, которая гордится двойным дном, что снижает нагрузку на шасси машины при загрузке экскаватором. Важная, но короткая новость. Российским автозаводам разрешили и дальше делать упрощённые автомобили. Правительственное постановление номер 855, которое разрешало выпускать машины без антиблокировочной системы тормозов и двигателей 5-го экологического класса, истекло 1 февраля. Однако действие документа решено продлить до 1 июня, а значит наши автопроизводители могут и дальше строить автомобили без электронных помощников, системы Aero Glonass, а также ставить моторы любого экологического класса ниже Евро-5. Как выяснил телеканал Автоплюс, экологичные движки сейчас предлагает только группа ГАЗ. Что касается АБС, то АвтоВАЗ надеется наладить поставки весной, ГАЗ и УАЗ — осенью, или максимум на рубеже 23-24 годов. АБС, то АвтоВАЗ. 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 Продолжение следует...